Это поселок городского типа Нижняя Мактама. Сзади меня вы можете видеть все, что осталось от старой котельной. Когда-то именно она отапливала квартиры. Но в 2008 году поселок, одним из первых республики, перевели на двухконтурные котлы. А это 84 многокартинных дома. Показывает такой разводный ключик, значит тут уже с котлом ненормально. Нина Духватова сигналы котла знает теперь наизусть. Живет она в этом доме 33 года. Из них 11 с двухконтурным котлом. Проблем практически нет, говорит. Обслуживали котел 7 лет бесплатно, пока не оплатила лизинг. Сейчас за техобслуживание в год платят 1200 рублей. Мася приходит и спрашивает, что случилось. Вот мне фильтр меня не дал, но бесплатно. Главное наблюдать за манометром давления и установить специальный электромагнитный клапан. Электромагнит, получается, стоит он перед счетчиком, перед подачей сразу, чтобы отрубить полностью все. Такие датчики в поселке установили во все 1863 квартиры. За 11 лет, говорят, не было ни одного происшествия. Основные правила эксплуатации котлов заключаются в том, что проверить тягу, не пропускать такие моменты, как вот обслуживать его, смотреть нитек, чтобы он ничего, чтобы как бы постороннего не было шумов. Вот, например, проверяем. Автоматически клапан подачи газа закрывается. А это уже заводская 2. За 11 лет эксплуатации, говорит Руслан Фракудинов, двухконтурный котел ни разу не подвел. Ну, приходит, допустим, мастер, визуально смотрит, открывает там, чистит фильтра, неисправности есть, все это ремонтирует. Нижняя Мактама не единственный поселок, где перешли на индивидуальное отопление. В 2017 году в поселке Урусов в 3000 квартирах установили эту систему. В последнее время слышим, какие-то там ЧП происходят с газовыми колонками, к сожалению, есть недостаток, что у них открытое пламя горения с котлами, со всеми двухконтурными котлами, скажем, с этой точки зрения, безопаснее. За 13 лет в республике порядки 50 тысяч квартир перешли на двухконтурные котлы. Илюзаха Медулина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Субтитры подогнал «Симон»